Так, спасибо, спасибо, Иван. Работают только без VPN. На этом сайте меломаны со всего мира оценят альбом по пятибалльной шкале с половинками. Этот видос? Вот по металл-группу, по мнению большинства. Это не группа те, что знаешь по этой же шкале. Что такое меломаны? То есть, как бы меломаны имеют какое-то право оцениваться. Мы напомнили, да, что про... Прям совсем что-то он как-то неразборчиво стал говорить. Подожди. Работают только без VPN. На этом сайте меломаны со всего мира оценят альбом по пятибалльной шкале с половинками. Меломаны со всего мира оценивают альбом. Вот топ-метал-группа по мнению большинства. Это не группа тем. По мнению большинства. Так. Те, что знаешь по этой же шкале. Что такое меломаны? То есть, как бы меломан имеет какое-то право оцениваться. Мы напомним, да, что про собаку Мухтар, которая ходит по улице, да, там звучит разным узлом, и что дальше? То есть, вот, допустим, сколько... Ну, представьте себе какого-нибудь чувачка, например, который, ну, типа, называется меломаном. Вот он слушает много разной музыки, или какой-нибудь там троицкий что-то подобное, кто-то типа критик музыкальный. А что он в этом понимает вообще? Вот, допустим, тот же самый, не знаю, там троицкий или как. Ну, музыкальный критик, если он не может, допустим, сделать там полный какой-то гармонический разбор всего этого, да, как бы объяснить, что там как происходит, то это не критик, а это тухляк полный. Все, что такое критик, что такое меломан? То есть, человек реально думает, что он просто слушает многому зла и становится меломаном, как бы. Ну, если само определение меломана понятно, типа, любит музыку. Люби, пожалуйста, как хочешь. То есть, может, допустим, человек любит ядерную физику. на тему меломана тут в итоге идет рассуждение, а не про музыкальных критиков. И вообще изначально началось с того, что люди заходят на сайт какой-то просто. Ну, типа от того, что человек заходит на сайт, на котором можно ставить оценки и реально вот их ставят, то есть он от этого, ну, типа, ему явно менее похеру на музыку, чем в среднем по больнице, да, то есть чем большинству людей, которые не заходят туда. И, типа, ну, хотя бы это делает их мнение немножко ценным. То есть они, если если уж послушали эти чуваки, да, какой-то альбом, то ну, типа, да, типа можно найти каких-то челов с похожим на твой вкусом и ориентироваться по их оценкам, типа, тоже. Наверное, в этом смысл. Ну, кто ничего не понимает, то просто смотрит. Вот мы учебники. Большинство, это большинство, но большинство, коррект. Так, физикой, там объясняют все. Вот оно. Вот это то же самое. Поэтому обычный мухтэн, который слушает какой-то кал, типа, мегасмех, естественно, он ничего не знает абсолютно. Так. Посмотрим. Ну и что там? Ну, я просто, сколько это? 4,21 оценка. Паранойт Black Sabbath, это полная трясня, оценка 0. Riding Lighting, это оценка 0,3. Detachy, этот трек. То, чем Фред, кстати, занимается, это тоже та же самая музыкальная критика, типа, сейчас. Вот. Ну, типа, мое любимое краткое объяснение на эту тему, то есть, почему я решил себя так заглавить, и вообще, о чем речь идет, это ты заходишь в Яндекс, вбиваешь музыкальная критика это. Вот. Или там, музыкальный критик это. И там выдается, ну, просто буквально, либо то, чем я занимаюсь, либо то, чем Фред, работник творческой сферы, который анализирует и оценивает музыкальные произведения. Типа, публикует статьи, ну, или там, видосы, да, в современном мире. Формирует общественное мнение на основе своей субъективной, но профессиональной творческой оценки того или иного произведения. Опирается тоси-боси и так далее. Ну, и, короче, есть другие определения, но они плюс-минус о том же, да, то есть, что это анализ и оценка. При этом анализ и оценка произведенная профессионалом из этой сферы. Вот, как здесь, допустим, такой же музыкант, но больше рассказывающий, типа. И, типа, чье мнение ценно и интересно. Как-то так. не слышал, не знаю. Foxy City это оценка ноль. Rust and Pissage оценка ноль пять и ноль пять дают столько заслужилики. Rust against Rage against the Machine это говно, там Том Морелло, то есть, я там трекинг не помню, там не столько вроде плохо, как... Да, спасибо за поздравление. Но плохо. Diff Tons это сразу ноль, полный ноль. Доп Тром это не знаешь, что такое Борис какой-то, что за Борис. Дёртыш, Alice in Chains это говно тоже. Вот так вот. Джудас Присто. Там, в принципе, ничего-то кривчанские есть. Made in Gavno, Rage in Blood полный кау, всё. Пока ни одного нормального альбома. Ёлки болты. Только дресня. Да, только одна дресня. Ничего. То есть, даже не охота ничему ставить никакие баллы. То есть, ни одного какого-то фирмового альбома нет. Просто стандартный кал и всё. Ну, я говорю, это то же самое же, допустим, брать, я не знаю, ну, гитары, да, что, скорее всего, большинство таких вот, условно говоря, меломанов в гитаре скажут, что лучшая гитара на свете это какой-нибудь, например, Gibson Liss Paul, который по факту является одной из худших гитар. И так далее. То есть, все какие-то там супер-топовые ESP, там, и бонезы, какие-то G-Custom останутся просто в жопе. А победить на первом месте будет стоять как Близз Пол. Хотя это просто корявая, неудобная, бессмысленная гитара. И так далее. Поэтому это, слушать мнение таких чуваков это бессмысленно. Зилкович, мускитик хороший, но он шарит, более-менее шарит. Другое дело, что у него вкус как бы не очень, но шарит, потому что у него просто есть какой-то сдвиг определенный. Вот эти же все помните, мы там как бы... Ну, я думаю, что насчет определенного сдвига, типа то же самое можно буквально сказать про Фреда. И это даже не в минус. Не в плюс, не в минус, просто как факт. Типа, да, что есть определенный сдвиг, он по-своему осмысленен, структурирован, но это типа вот сдвиг восприятия со стороны Фреда-гитариста. Он интересен тем, что он, как видите, кардинально отличается от массового общепринятого мнения, да, о том, что заебись, а что нет. И типа этим он интересен. Но это все же не... Ну, я как бы давно просек, что это не то, на что надо ориентироваться всю дорогу. Это один из взглядов. Типа, с точки зрения того, допустим, как чисто сыграно. То есть мы, ну, так и рассуждаем, когда слушаем какое-то музло, как один из критериев я могу упомянуть. Типа, о, здесь вот прям еще и по Фреду сыграно. То есть, ну, как в плюс к треку, что еще и хорошо сыграли. Там очень соло клевое. И это по все почему-то какое-то часто, ну, бывает. То есть, поп-рок, типа, какой-нибудь там супер отличное соло действительно будет, чисто сыгранное. Вот. А бывает наоборот, вот врубаешь, типа, black metal, сразу слышно, что это там прям страшно не по Фреду. И это парит. Или, типа, чуть-чуть, типа, слышно, что Фред бы докопался, но в целом, похрену, норм. Это, типа, как прикольный один из критериев. Ну, и все, и чем. Также у Зелкова, да, там есть какой-то сдвиг. У меня тоже наверняка. Своеобразное. И странные треки сам по себе, но очевидно, что он шарит, конечно. Про любого можно то же самое сказать. как объяснял Долин, это просто человек вне или около предмета критики, чем в ней интересует большое количество человек. Это не имеет смысла. Что еще раз, блин? Как объяснял Долин, это просто человек вне или около предмета критики, чем в ней интересует большое количество человек. Это не имеет смысла, что такое большое количество человек. То есть, большое количество каких человек? Качественных или некачественных? Поэтому это как бы... Ну, это тоже, да, важно. Не имеет смысла. по идее ну с точки зрения рыночка просто типа как бы платят они или нет вот что важно с точки зрения уже искусства но это опять дальше философия начинается вот то есть просто какое-то количество людей типа если оттуда еще есть бабосы я считаю это вообще все уважаемый критик сразу ну то есть я просто про себя так считаю сдвиг равно за скок не обязательно сдвиг это ну типа специфичный взгляд на музыку наверное я вот так это понимаю гитарный скилл одна из сотен составляющих пиздатости рок музыканта ну да да то есть как минимум еще интересно же из других инструментов типа посмотреть послушать плюс звукорежиссерский плюс там не знаю композиторский еще что-то гармоническим дрочическим и так далее вот ну у Фреда так что типа если гитарный скилл страдает то это перекрывает вообще уже все остальное типа у него у самого каких-то исключений явных нет опять же это и есть то почему интересно и с другой стороны ну типа это все упрощает очень сильно то есть у него нет такого что да вот здесь вот прям капец конечно криво-грязно сыграно но зато как же там не знаю выбор нот типа или какая-нибудь значит эпохальная значимость типа все перекрывает или ля-барабаны тут крутые тащат и похрен устанавливается на гитару ну короче типа того все мое почтение надеюсь было интересно то есть что то